Прежде всего, прилагаю свои бесчисленные дандаваты пранамы, лотосным стопам моего Дикша Гуру Дева. Омвишну Бат, Ашто Тарашат, Ши Шимат, Бхакти Веданта, Шила Ваманагасвай Махараджа, а также моего Саньяса Гуру. Омвишну Бат, Ашто Тарашат, Ши Шимат, Бхакти Веданта, Шил Нарангасвай Махараджа. Я офор Тарашат, Ши Шимат, Бхакти Веданта и Хил Нарангасвай Махараджа, Ши 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 Шимат, Бхакти Веданта и Саньяс Махараджа Такие же бесконечные дандават пранамы я предлагаю лотосным стопам Буджи пат Бхакти Веданта Трвикрама Госавима Махараджа, Бхти Веданта Сваем Махараджа, Пхти Веданта Бхти Приведан Кеша Его Госавимы Махараджа и всей Гудеи В Марамбаре. И также все Бхашнавы и Бхашнавы, мои ご-ш-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши. Всем Бхашнавам и Бхашнавим, всем моим духовным братьям и сестрам. Они все были очень прочны. I want to discuss the glory, glorify of Srimad Bhagavatam. Я хотел бы обсудить славу Сримад Bhagavatam. One story. One Brahman, he lived in the river of the Tunguvitra. There is a story about one Brahman, who lived on the river of the Tunguvitra. My and Maharaj are also staying at Tunguvitra. We also lived there. He is telling both who are living in Tunguvitra's house. He is the Brahman, also very rich Brahman. He was a very rich Brahman, but he had one misery. One misery, they have no children. For that he was thinking about this. One time, he went to jungle. And he saw a saint sitting there. And pray to the Brahman, pray to the saint. And the saint, please bless me. I am very, very sorry. Very, very... I have fallen in distress. The Rishi is very qualified. He saw this forehead. And you have no children. Three generations. And this Brahman, he was very educated. And he could read his love on the face, or on the face. And he saw that this Brahman has no children. Three generations. Three lifetimes. Three lifetimes. How to obtain now in lifetime? How to obtain now in lifetime? How to obtain a baby... ...in lifetime? И Брахман попросил, пожалуйста, пожалуйста, благослови меня и даруй мне ребенка. Этот Риша вручил ему один фрукт, и Брахман, взял этот плод, вернулся в свой дом. Он дал его своей жене, чтобы она съела. И его имя его жены было Дхундули. Дхундули думал, что я думал, что когда я съел 10 месяцев и 10 дней, то моё тело больше и больше. И я не съем, не съем, не съем. Это больше и больше проблем. И эта Дхундули подумала, о Боже мой, сейчас я съем этот плод. И что же, 10 месяцев у меня будет расти живот. И я не смогу правильно спать, нормально питаться. Что же делать-то? И по этой причине она не съела этот плод. И она отдала его своей сестре. И она отдала свою кровь. И она отдала свою кровь. И она отдала свою кровь, ее поймала. И потом 100 лет, она играла играть, она играла, просто как в Драма. И на голове он был в крови. И эта женщина Дундули начала подсовывать по свою одежду всякую ткань, якобы у нее растет живот. И через некоторое время она задумалась, ну как же все-таки решить эту проблему. Потому что ее муж не знал об этом. Она связалась со своей собственной сестрой. Потому что ее сестра на самом деле была беременна в то время. И сестра сказала, никаких проблем я когда рожу ребенка, я дам его тебе. И еще раз, потом, его ребенок, его ребенок, его ребенок, ее сестра. И мягкие... Медведь... Медведь... Медведь. Именно как мужчина, ведь его рюклике, как мгновенно. Для них это называемый Гокорл. И в то же время та корова, которой был этот плод, она также родила теленка, но этот теленок был необычный. У него было тело человека, а уши корова, и по этой причине его назвали Гокарна. А вот этого сына человеческого, который у сестры родился, его назвали Дундукари. Потому что его мать звали Дундули, и в честь матери его назвали Дундукари. Этот мальчик был очень беспокойный и шаловливый. У него был так же Дундукарактер, и с годами он становился все более шаловливым и беспокойным. И он общался с проститутками. Также он начал общаться с проститутками. И этот мальчик постоянно просил денег. Дайте больше и больше. И из-за этого его отец становился все более и более несчастлив. Однажды он решил, я уйду из своего дома. И его мать Дундукари, она постоянно была беспокоена и находилась в волнении. И Дундукари, он начал на них давить все больше и больше. И однажды мать задумалась, ну что же теперь делать? И она покончила с собой, бросившись в колодец. И тогда в доме Дундукари не осталось никого. Он остался один и не было никакого руководства для него. И он пригласил в дом гулящих женщин. И однажды он украл очень много вещей из своей страны. И все проституты думали, что, когда он был виноват, он знал, что Дундукари, он был виноват, что он был виноват, и у него не было никаких денег. И для этого все проституты он был убран. Он убран, и убран, и убран, И все гулящие женщины, жившие в доме этого Дундукари, они подумали, однажды цель узнает об этой краже, и тогда что же нам делать, и они решили убить его, задушив, и забрать все его богатство. После смерти он превратился в призрак, и когда наступает смерть, умирает лишь материальное тело. Наша душа никуда не исчезает. И через много лет в этот дом вернулся брат Гокарна, родившийся от коровы. И он провел там ночь, заснул там. Когда он спал в этом доме, то различные ужасающие звуки начали беспокоить его. Какой-то грохот везде развивался. Гокарна, он не понимал, что происходит, но через некоторое время он догадался, что это какой-то призрак беспокоит его. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Гокарна? Он сказал, как он сказал, что я нахожусь в ужасном положении. И поутру, после этой ночи, Гокарна пошел поклоняться Сурядеву, и он предложил ему свои поклоны, молитвы, и спросил у Сурядева, как же мне освободить своего брата из тела призрака? Сурядев replied, you must do bhagavata katha sapta. Сурядев ему ответил, ты должен рассказать ему bhagavata sapta. Гокарна did bhagavata katha sapta in his village. И Гокарна устроил Шимадбхагата саптаху в своей деревне. И дхундукари, дхундукари, дхундукари is the phantom body, anyone cannot see him. А у дхундукари у него было тело призрака, и поэтому его никто не видел. И как же понять, что дхундукари, он слушал эту харикатху? И для этого бамбу, он был там, он был там, он был там, он был там. У этого растения бамбука было семь сегментов. Стримат-бхагбат-карта, один день закончился, и один норс был разрушен. И по прошествии каждого дня один из сегментов он разлетался на гуске с этого растения. And seven days was completed. Стримат-бхагбат, also seven норс, он finished. И по прошествии семи дней все растение было разрушено таким образом. И тогда с планеты Вайкунха на землю, в то место где проводилась эта бхагавата Саптаха, туда опустилась одна колесница. Гокарна asked the messenger of the Vishnu. So many people were listening to Harikota. But only Dhundukhari is recovered and he is going to the Vajkuntha. But why not all are not going? The messenger of Vajkuntha, they replied to him, And Dhundukhari was listening to Harikota properly and to the letter, properly. They are not treated. But anyone without Dhundukhari, all devotees were not listening properly. But for that only Dhundukhari is qualified to go to Vajkuntha. Otherwise not. So Gokarna asked more questions. I am also, I do this. Why not I am, you are not taking form here. The messenger of Vajkuntha, he replied, You are doing Harikota, the preaching Harikota. So Krishna, Hari will come to take him. For that, Gokarna was a shri-mation, shri-breeding and other time and all devotees was there. And Sri Srimad Bhagavad Katha-Sapta. And next time, all devotees, devotees, were gone on the Vajkuntha planet. It is the moral teaching. When we are listening to Harikota, Srimad Puja, Bhaktivedanta, Mahādama Mahārāj, and other other sannāsī and devotees, that time listening must listen. Because Harikota is the nectar. Because Harikota is the nectar. So we should follow Vajkuntha's etiquette and rules and regulations. And also we should follow Vajkuntha's etiquette and rules and rules. Just for example, more also Parikshita Mahārāj, he was doing this Bhagavad Katha-Sapta. Only nothing, only listening, listening properly, then Krishna is, was satisfied to him. When we are not understanding this Katha, you can ask more and more, again and again time. If you don't understand, you will please ask more. Hare Krishna, Hare 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 Hare! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Махапрабху хотел это сделать, но Шри Манитянанда Прабху решил все это изменить и сделать так, чтобы Шри Манитянанда Прабху пришел в Шантипур, не во Бриндаван. Шри Манитянанда Прабху came ahead and he saw some cowherd boys gracing cows. Махапрабху told, о boys, after some time, one madman will come. He will ask you all, what is the way to go to Brindavan, you can show this direction. И Шри Манитянанда Прабху пошел вперед, и там он увидел мальчиков-пастушков, которые пасли своих коров. И он сказал, о мальчике, через некоторое время сюда придет один безумный человек. И он спросит, какая дорога ведет во Вриндаван, и вы покажите ему вот это направление. Шри Манитянанда Прабху went to Шантипур and requested Адвита Ачарья Прабху, you have to bring Mahaprabhu's outfit and be with a boat on the bank of Ganges River. И потом он отправился в Шантипур и попросил Адвайту Ачарья, чтобы тот подготовил верхнюю одежду для Махапрабху, и на лодке ожидал его на берегу Ганки. И он также послал информацию к Новодипу Майапур, и сказал, что скоро сюда придет Шиман Махапрабху, а в Шантипур скоро придет Шичитани Махапрабху, пожалуйста, все приходите навстречу с ним. Махапрабху came and saw so many cowherd boys grazing cows. Махапрабху came and said, о, dear boys, why is the way to go to Vrindavan? Can you tell me, please? The boys showed toward direction towards Шантипур by advice of Nityananda Prabhu. И эти мальчики, они показали то направление, которое Макуза Нитянанда Prabhu, Шантипур. Vrindavan in the bank, on the bank of Iyamuna, and Navadipa on the bank of Ganges. Vrindavan находится на берегу Iyamuna, а Navadipa находится на берегу Ganges. И тогда Махапрабху пришел на берег Ганге и начал возносить став и стути, которые возносят Iyamuna Devi. И когда он принял мовение, он увидел приближающегося Адвайда Ачарию, который предложил ему одежду. И тогда Махапрабху спросил, Адвайда, ты тоже здесь во Vrindavan? Да, я тоже здесь во Vrindavan. Как же ты прибыл сюда? Вся в Vrindavan, в Vrindavan, есть здесь во Vrindavan, и в Vrindavan, нету. В Vrindavan, нету. В Vrindavan, нету. И я вижу здесь только пальм с кокосами. Во Vrindavan, нету таких пальм. Я не принимал мовение в Ямуне, я принимал в Ганге. Это была Ганга. Адвитхар Ачарджа правду ответил, что здесь на самом деле есть два потока. С восточной стороны течет Ганга, а западная – Ямуна. Ты принял омовение с западной стороны, и это означает, что ты обмывался в Ямуне. So now question may arise. Стритана Махапруха is Sayang Bhagavan, and Nityananda Prabhu is Baladha Prabhu himself. Why Sriman Nityananda Prabhu? And why the boys listen to Nityananda Prabhu, not speaking true to Mahaprabhu? And Mahaprabhu being Bhagavan, being omniscient, he could not understand that boys are cheating me. The origin of Jiva soul is Baladha Prabhu or Nityananda Prabhu, not Mahaprabhu or not Krishna. The origin of all Jiva soul, that all Jiva came from Baladha Prabhu or Nityananda Prabhu, not from Krishna, not from Mahaprabhu. So first Jiva soul came from Baladha Prabhu, their eternal associate in Vrajadham. The second type of Jiva came from Mula Sankarshan, their eternal associate in Dvaraka and Mathurag. The second type of Jiva came from Mula Sankarshan, their associates of Boykuntha planets, like Boykuntha, Ajodha, etc. And from Karanadasaya Vishnu, so many living souls came in this world. So the origin of all living souls is Baladha Prabhu, so all the boys, they respect Nityananda Prabhu's order. And why Mahaprabhu could not understand that boys are cheating? In Bhagavan two qualities are simultaneously functioning. One is omniscience and another bewailment. So Mahaprabhu knew everything, but by the bhakti devotion of Nityananda Prabhu he forgot everything. And Bhagavan is bhaktavatsal, Allah has fulfilled desire of his devotees. Who will be more greater devotee than Nityananda Prabhu of Mahaprabhu? So, Sriman Mahaprabhu, controlled by Nityananda's devotion due to his bhaktavatsal quality. Mahaprabhu came to Shantipur, Mother Satchi Devi, and so many devotees came to Shantipur. So Sriman Mahaprabhu said, I am an old lady, and all of you can meet with my son anywhere. I cannot meet. So how long my son will be here, I will cook by my own hand and serve my son. And Shachimata said, I am a young woman, and all of you are young, so how long I can serve my son. So, while Mahaprabhu is here in Shantipur, please allow me to serve him and prepare for him. All told me, yes, yes Mother, no problem. So, Mahaprabhu was 10 days in Shantipur, after that he told Mother Satchi Devi. Oh Mahaprabhu, I cannot understand I became mad to renounce order. If you order me, I can give up my renounce order and can stay with you. So she said, no, 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 my dear son, don't do so. If you come to me, all will criticize you. Somehow or other, I may tolerate your separation, but I am not able to tolerate your bad fame and bad name. So better, you should not give up renounce order. And don't go to Vrindavan, stay in Jagannathpuri, it will be better for you. So if you've been in Jagannathpuri, every year devotees from here will go to card festival of Jagannathdev. Through them I can get your good news. Sometimes you may come to take bath in the Ganges, then you can meet with me. Mahaprabhu, okay Mother, no problem, I will follow your order. And then Mahaprabhu, okay Mother, no problem, I will follow your order. Now the question may arise, why Satchi Devi order him not to go to Vrindavan? Mahaprabhu is saying Krishna himself, he came to fulfill his three desires. Mahaprabhu является самим Krishna. Он может исполнить все свои три желания. If he goes to Vrindavan, then his mood will come, I am Krishna, then he is not able to fulfill all his three desires. If he goes to Jagannathpuri, then he can fulfill his desires being there. So Mahaprabhu ordered Jagamaya. Jagamaya spoke through Satchi Devi's lips. Mahaprabhu told the whole world, what can I do? My Mamuchki ordered me to stay in Jagannathpuri, so I have to be there. So Mahaprabhu told my Mamuchka order, I will be in Jagannathpuri, not go to Vrindavan. Being in Jagannathpuri, Mahaprabhu went to South India to deliver South India. His main target was to meet with Ramananda Raya who was Visakha herself and came in form of Ramananda Raya in Mahaprabhu's first time. Mahaprabhu went to one place in South India, so many places, one place called Malika Arjun. So what is Malika Arjun place of Shiva and Parvati Devi? Malika Arjun is Shiva and Malika is Parvati. Why Siv Parvati's name became Arjun and Malika? What is mystery behind this? In that village, Malika Arjun place, there is an old lady and she had only one daughter, no son and husband died. One day that daughter went to forest and one tiger grabbed her and saw her. Then some villagers came and told that lady, oh, your daughter died, one tiger swallowed her. That lady was a devotee of sin. So she came to her temple holding Sivalinga, weeping bitterly and hitting her forehead on the Shivjis. And this woman was a predant Shivaji. Then she went to the temple of Shivaji and hugged Shivalingam. She began to cry and cry, and began to cry, as if she beat her head with Shivalingam. She was weeping so bitterly. Parvati Devi, being in Kailas, could not check herself. She came in disguise of her daughter Malika. And the mother is weeping. And the mother is weeping. And the mother said, oh, my mother, why are you crying? I'm here. The old lady told you not die? Malika Arjun is not dead. The mother said, you did not die. Malika Arjun is dead. So the villagers are telling tiger attacking you. Yes, tiger attack, but the costless march of Sivji is not dead. So I ran away. And the woman continued to say, well, to me, the village residents told you, that you had a secret tiger. And why did you die? Yes, I just came out of her and returned to Shivaji. After some time, Sivji came to Kailas and searched Parvati Devi. We could not find her. Sivji asked Nandi, where is your mother? Where is your mother? They told you don't know. Sivji was here and disappeared. Where is she gone? We don't know. Then Sivji meditated and smiled. Oh, we have gone to that village being daughter of that old widow lady. Where is she gone? No. So come evening time? No. Ok. Oh, she came to that village in the old house, in the old house. She came to that same village and left one house, other house. She came to that same village and left the other house and left the same village. И Шилоджи также отправился в ту деревню и поселился в одном доме под именем Арджуны. Несколько месяцев до этого в эту деревню, сын Парвати Шилоджи Картикин, он был послан в материальном мире и проповедовал в той деревне. Картик жил в этой большой деревне и стал гуру всей этой деревни. И все на самом деле знали, что он является сыном Шиводжи и Парвати, и поэтому все очень почитали его. И обычаем в этой деревне было, что каждый, кто хотел выйти замуж или жениться, они приходили к этому гуру Картике и предлагали свои поклоны, дотрагивались до его стоп, и тогда они могли совершить свадьбу. И однажды Арджуна, который был на самом деле Шивой, пришел к своей жене Парвати и спросил, что ты здесь делаешь? Парвати сказал, что что я могу сделать? Почему ты пришла сюда? И Парвати отвечала, что твоя преданная. Она так горько плакала. Что мне было делать? Я явилась в образе ее дочери. И однажды Парвати, которая была на самом деле в Парвати, она была на самом деле в Парвати. И она кормила какими-то сладостями Арджуну, то есть Шиву. И это увидела ее мать. И она в гневе спросила, о моя дочь, что ты делаешь? И эта пожилая женщина сказала, что ты еще девушка, не замужем. И почему ты так поступаешь с этим молодым человеком? Это не хорошо. Монлика сказал, о мамучка, что когда тигра меня нападает, этот парень меня нападает. Он боролся с тигра, поэтому я ушел. И поэтому он пришел, что я питаю. И эта дочь Маллика отвечала своей матери, что этот юноша, на самом деле он меня спас от тигра. И тогда она уже говорила, что Арджуне, что очень хорошо, очень хорошо, ты можешь приходить каждый день, пусть она тебя кормит, можешь делать что-то, что хочешь. И тогда все деревенские жители увидели эти отношения между Малликой и Арджуной. И тогда они сделали огромное собрание, чтобы наказать их. И тогда эти деревенские жители сказали, что это не хорошо, что они так поступают. Они могут вести себя так только после свадьбы. И женщина отвечала, что этот юноша спас мою дочь от смерти. И если он нравится моей дочке, тогда они могут пожениться. Тогда они спросили у Арджуны, что ты хочешь взять ее в жены, вот эту девушку. Он сказал, что она такая красивая, мне нравится. Да, конечно. И тогда они назначили дату, и один деревенский житель, он сказал, что я возьму на себя все расходы этой свадьбы. И так же в этой деревне был еще один обычай. Каждый год туда съезжались юноши из разных деревень, и они устраивали бойцовские состязания. И в этой деревне у них был один, который был самым сильным, который был как черный пояс. И в каждом этом матче он всегда победил всех. И он всегда объявлял то, что кто хочет подходить и сразиться со мной, я всех вас, как сказать, одержу победу над вами. И когда он три раза вот так объявил на все округу, тогда Арджуна потихоньку подходил к нему. И тогда деревянские жители спросили, а зачем ты туда идешь? Ты что, смерти своей ищешь? У тебя вот скоро свадьба, а как же ты поженишься, если ты умрешь? Не сражайся с ним. Сыграйте свадьбу и спокойно живи со своей женой. Арджуна сказал, а какой недостаток у меня? Он зовет, вот я и иду. Деревянские жители продолжали, не иди, он убьет тебя. Один пожилой человек сказал, а если он хочет пойти, пусть идет. Один пожилой человек спрашивает, а если ты не знал, что ты никогда не знал, что ты никогда не знал. Но я могу попробовать, и вы увидите такое зрелище. Все пожилые думают, что он умрет сегодня. И все подумали, что он умрет, точно умрет сегодня. И тогда все подумали, ну, в общем, этот бугай сделает из него чатни. Теперь Арджуна приехал, и Арджуна сказал, давай, давай, давай. Арджуна подошел, и этот боец сильный начал себя так вот хлопать, давай, давай, подматривать. Арджуна начался, Арджуна взял этого юношу и начал так подбрасывать, ловить, подбрасывать и ловить. И тогда он одной рукой подбрасывал, ловил другой, другой рукой кидал, и следующий момент. Арджуна близко как быстро борется. Телефона настолько длится, потому что кровь былаци, он не копил ничего. Бл Perchéе've он на месте, 되어 laden и твердетя Арджуна. После долгих таких подбрасываний Арджуна спросил у него, ну что хочешь еще биться? И тот вот так вот отошел, смотрит и так вот стоял. Then two days later, now he became winner. So in marriage ceremony, so many people, when they are giving their money, very grand festival took place. And then they have to go to their guru to do pranam, take blessings. All villagers came to their guru's ashram, the guru is Karti, and they will do pranam now. They came, all villagers. So villagers could not recognize them, but Kartik recognized, they are my papuska and mamuska. Then the villagers came and knocked the Kartik's door. Oh Gurudev, Gurudev, one bride and bridegroom has come, you have to bless them. When Kartik saw them, Kartik ran and grabbed their feet and touched their feet. All villagers became surprised. How come our guru touching others, Malika and Arjun's feet? Why Gurudev? Why are they doing so? What harm? They're my mamuska and papuska. So I am being pranam them. Then the wrestler telling them, hmm... now I understand. И тогда тот боец, самый сильный в этой деревне, он понял, о, двадцать лет никто не мог меня победить, но это же Шива-жи, поэтому он держал победу. Парбати told, her daughter already swallowed by tiger, she was weeping so much, so I came in disguise of Malika, and I know her nature, her voice, so I became her daughter. Парбати, она сказала, у этой женщины умерла дочь, поэтому я пришла сюда, чтобы стать ее дочерью Маликой, и я слышала голос, и видела внешность этой девочки, и стала точно такой же. Now the wrestler and all the villagers told, no, we will not allow go to Kailasi, they want to go to Kailasi, no, we spend money for wedding ceremony, you are belongs to our village, you will not allow go to Kailasi, you must have to stay. И тогда все деревенские жители сказали, так, мы вас не отпустим обратно на Kailasi, мы потратили столько денег на вашу свадьбу, и что же, теперь просто так отпустим, нет? Like all of you, they pay my ticket, and sometimes we have to come, I have no choice. So Shiva and Parvati means Mollika told, okay, by one form we will be here, by other form we will go to Kailasi. И тогда Shiva и Parvati, в образе Арджуна и Малики, они сказали, ладно, мы останемся здесь, в этих образах, а в своих изначальных образах мы отправимся на Kailasi. So Mahaprabhu went there, and did Pranam to Mollika and Arjuna. И Mahaprabhu отправился туда, и предложил пранамы свои маленькие Арджуны. Наде Криснаванча, карпатару, баска, трипасынду, бхайебача, патитанан, баванебхо, боснамебхо, намо, намаха. Сегодня, три о'клокк will be fire sacrifice, they will come about one o'клокк, they will take Santamahari to arrange everything. And whoever takes an initiation, either Harinam or Diksha, after fire sacrifice, they have to collect alms from everyone. They will first have to take from ladies, then gents, but this way, after when they come, then they have to give their picture to me. They will come to pick him up one o'clock, and for fire sacrifice, they select the place, collect the wood, everything. And Chandra Kanta Pohuli with him, Chandra Kanta Pohuli with him also, and they select the place, and take some kind of guarantee. So, in three hours, everything should be ready. And also, those who had received the devotion, Harinam and Diksha also must participate in the commission, and after they must collect the sacrifices for Guru, Diksha, and after that they must bring everything to their Guru. И также вначале они должны собирать поджаздования с девушек, женщин, а потом попросить у мужчин. Мы хотели сделать вертоприношение утром, но подумали, что никто не придет тогда на левцы, поэтому перенесли время на три часа. Как Вы имя? Выпрощающий Гопал? Некоторые хотели получить у Вас даршан, как общаться. Некоторые девушки хотят даршан спросить какие-то вопросы. Это возможно? Можно спросить? Они могут спросить? Какие-то личные вопросы? Какие-то личные вопросы? Какие-то личные вопросы? Я? Да, пусть подходит. Пусть в интернете! Пусть подходит? Да. Пусть подходит я? Я думаю, может, приятно. А может, я попал от – один раз – два – три. Удачи.